Движение на месте схода с рельсов вагонов в Чувашии восстановлено в обоих направлениях. Напомним, в минувшую пятницу, 25 января, на 609-м километре Муромского отделения Горьковской железной дороги с рельсов сошли 13 вагонов товарного поезда из Екатеринбурга. Ранее сообщалось о 7 вагонах. Поезд по касательной задел снегоуборочную путевую машину. К счастью, ни возгорания, ни жертв, ни даже пострадавших не было. Подробности нам рассказал глава Госкомитета Чувашии по чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. В результате аварии были повреждены 80 метров железнодорожного полотна на одной из двух веток в сторону Москвы и опорно-контактная сеть. Трое суток на месте ЧП работали спасатели и ремонтные бригады. В одном из 13 вагонов, сошедших с рельсов в Шумерлинском районе Чувашии, перевозили мазут. Сбором и вывозом разлившегося топлива для утилизации занимались эксперты из Ульяновска, специально прибывшие на место ЧП. Непосредственно в близости Чувашской республики это Ульяновск, поэтому они направили специалистов именно из ульяновской техники и специалистов. Но в любом случае наши спасатели в субботу, их было у нас 11 человек, вчера 22 человека работали и сегодня продолжает работать 17 человек. Несмотря на мороз и полное отсутствие света, искореженные вагоны достаточно быстро убрались с путей. Техника не переставала работать ни на минуту. Горьковское отделение РЖД сработали очень оперативно, очень слаженно, потому что никто в принципе не ожидал, что они вот к 3 часам утра именно откроют движение в оба направления по одному из этих путей. Я лично рассчитывал, что к часам к 8 утра источники автономные дизель-генераторы они привезли с собой, все организовали, вот эти 4 аварийно-восстановительных поезда и плюс техника, которая прибыла, и личный состав персонала Сергача прибыл на колесной технике, они сработали вообще отлично. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов.